Ну я думаю, если пока вопросов конкретных нет, перейдем к последнему докладу, четвертому. Марк. Спасибо. Марк Амиров расскажет о том, есть ли какая-то консолидирующая идея глобального общества, на базе которой мы смогли бы в дальнейшем сотрудничать и в процессе вот этого интеграции наций, которая способствовать будет этому. Спасибо за слово, Алексей. И сегодня не раз упоминалось про справедливость в экономике, справедливость в разных отраслях. И я бы хотел затронуть тоже этот момент. Но я бы сразу хотел предупредить, что то, о чем я буду говорить, это будет всего лишь дискуссия, рассуждение о идеях. То есть я не хочу, чтобы кто-то лично принимал обсуждение каких-то идеологий. И это просто будет сопоставляться мнения разных людей. В моем докладе, доклад называется «Диалог цивилизации», как мы можем в разных государствах, где разные культуры, вести какой-то двухсторонний диалог. И какая глобальная консолидирующая идея могла бы нам помочь. На самом деле это проблема, которая была, есть и, скорее всего, она будет, не решится за один раз. Какие вопросы я бы хотел задать самому себе и попытаться вместе с вами, КЦ, ответить на них, основываясь на всех четырех докладах на сегодняшний день. А именно они выглядят так. То есть в чем заключается проблема конвергенции объединяющих идеи? Что и кто внес свой доклад в биосферно-экологический кризис больше всего в мире? И можно попробовать спрогнозировать... Дальше, делай, снар, пишем. Да, вот. И попробуем спрогнозировать модель нашего общества в будущем. Ну или как варианты могут развиваться в будущем. Вот. И можно тоже будет посмотреть на то, как можно будет решить эту проблему. Постараемся тоже сфокусироваться на... В чем же лежит суть вот этих межкультурных диалогов? И почему мы не можем прийти к единому мнению? И вот последнее тоже. Можно ли считать, что политически активная молодежь, да, то есть мы тоже являемся своего рода политически активной молодежью, адекватно повлиять на кризис, учитывая смену логики социального поведения, при этом не имея какую-то конкретную методологию. Вот сегодня уже шел разговор о том, что есть университеты, престижные университеты в мире, которые обучают каким-то новым фактам, но по окончанию вуза человек, который приходит на работу, ему говорят, ты просто забудь, что у тебя было, что ты изучал в университете, а сейчас ты будешь изучать все по-новому. Вот. Сможет ли политически активная молодежь повлиять на эту проблему? Почему я ставлю этот вопрос? Тут тоже следует остановиться. Просто из многих исследований бельгийских и американских вузов социологи сделали такое заключение, что молодежь, которая интересуется и старается как-то даже участвовать в политических процессах, даже на муниципальном уровне, на самом деле это своего рода такая хорошая инвестиция, которая приносит очень много прибыли не в сфере именно финансов, а вот больше каких-то полезных культурных проектов. Вот оттуда такой вопрос. Значит, можно следующий слайд поставить. Диалог, попытка прийти к единому мнению, к консенсусу, зачастую являются невыполнимыми задачами, при решении которых, при решении каких-то вообще общественных проблем. Как я уже сказал, что в докладе я буду рассматривать способы решения этих проблем, возможности введения двустороннего диалога, консенсуса и так далее. И в конце будут даны ответы. Ну, немного о самом термине конвергенции. Это теория, пытающаяся доказать неизбежность сближения капитализма и социализма и создания единого по своей социальной сущности общества гибрида. Исходя из этого следует, что вопрос о национальной идее неизбежно встает как перед большой Европой, так и перед Россией. Если говорить о истории конвергенции, интерес к ней возник у западных политиков несколькими десятилетиями позднее уже по завершению Второй мировой войны XX века. И ему способствовали два факта. Первый – это видимый, то есть память о кошмаре гражданской войны в России, столкновение в ней диктатуры партийной бюрократии под видом диктатуры пролетариата. А по завершении Второй мировой войны самостоятельный либо инспирированный СССР выбор социалистического пути развития многими государствами подъем национального освободительного движения в колониях развитых стран. Стали весьма прозрачными намеком правящим элитам развитых капиталистических стран на то, что потребности экономического и духовного характера человека из простонародья должны удовлетворяться. Поскольку в противном случае мировое движение осуществит марсистические революции. И потом этим элитам сложно. То есть, исходя из вышесказанного, можно посмотреть на реальность и сказать, что Маркс был прав в том, что рано или поздно как-то революция поцепит тракт. Это я рассмотрюсь чуть дальше. И второй фактор, который способствовал тому, то есть в общей неочевидной и локальной масштабе рассмотрения, но объективно наилучшей при глобальном масштабе рассмотрения как общественной проблематики и действующей из, так сказать, элит. То есть проект СССР, хотя и доказал принципиальную возможность построения общественно-экономической формации на каких-то нравственных, этических принципах, от того, что сегодня кто-то затрагивал Аликсири, отличных от принципов либерализма, оказался менее эффективным, нежели предполагалось изначально. То есть, мы видим, планировалось одно, а на практике получилось немного иное, чем планировалось. Поэтому к общему кризису капитализма, который надо было преодолевать точно так же, как в начале XX века, добавился общий кризис марксистского псевдосоциализма, ну или социализма. Я хочу отметить, что академик Сахаров в середине 60-х годов выдвинул свою теорию конвергенцию. Он огласил ее, вообще он академик-физик, и его идеологическая инициатива встретила возражения со стороны идеологов ЦК и КТСС, но в то же время, тоже интересный факт, Сахаров получил поддержку с международной общественностью, именно как идеолог конвергенции, а не столько, как антисоветчик, каким его представляли СССР. То есть СССР видели это как что-то, что бы сближало их с Западом, но не создание что-то такого общего, что бы объединяло две цивилизации. Также я хочу отметить, что Фрэнсис Фукуяма написал ее интересную книгу «Конец истории» и «Последний человек», где он дает два самостоятельных, но дополняющих друг другу очерк в универсальной истории, которая, по его мнению, свидетельствует, что логический финал человеческой эволюции с наступлением всеобщей победы либеральной и демократии. То есть происшествие в начале 90-х, то есть развал Советского Союза, он видел это как конец всей истории, что капитализм победил, и что капитализм начнет доминировать в современном мире. Фукуяма подчеркивает, что общество, которое стремится к процветанию или просто защищает свою независимость от технически более развитых государств, вынуждено вступить на тот же путь модернизации. Хотя, по его мнению, политическое и коммунистическое планирование из центра как будто предлагает альтернативный путь западной индустрии, индустриализация. Эта же модель оказалась абсолютно неадекватной в условиях постиндустриальной экономики. Таким образом, противоположность Марксу логика экономического развития идет к крушению социализма и триумфу капитализма. Тем не менее, несмотря на разного рода управленческие ошибки, допущенные как в мире социализма, так и в мире капитализма, проект инвергенции исторически известных известных идеологий и построения унифицированного глобального общества вступил в стадию практического осуществления. То есть, многоликая реальность глобальной политики в наших дней. То есть, мы от этого никуда не уходим, просто наблюдаем за этим. То есть, мы уже поняли из прошлых докладов, что современная цивилизация накопила массу проблем. Но они связаны не только с биосферно-экологическими факторами, но и с управлением. Никак нельзя видеть и благополучие в этой сфере. Дело не только в чьей-то персональной деятельности по угнетению биосферы и народа. Дело в бездействии всех остальных. В нашем понимании глобализация – это объективный процесс в смысле концентрации произведительных сил общества. Но руководящая идея управления этим процессом субъективна. Так вот, то, что я сказал выше, касающийся вклада людей в биосферно-экологический кризис, я бы хотел привести пример, который имеет место быть в США. США на самом деле имеет огромный вклад в биосферно-экологический кризис и ее вклад в этот кризис является наибольшим во всем мире. Поэтому, я считаю, стоит присмотреться к этому. То есть, глобальной ее проблемой является кризис капитализма на основе идей либерализма, которые надо решать. Ну, а США является ее генератором. Хотя многие в мире стараются равняться на США, особенно вот в постсоветском пространстве, думают, что если в США есть какие-то проблемы, то они критичны по отношению к перспективам США как к политико-экономической системе. Но, вопреки их мнению, президент Барак Обама стал президентом в первые его срока. Именно потому, что публично признал наличие США системного кризиса, описав его проблематику в своей книге «Держесть надежды. Мысли о возрождении американской ИИ-4». Можно себя вычислять? Если же команда Барака Обама права и системный кризис в США объективная данность, то вопрос в том, сумеет ли она выбраться и осуществить политику, которая позволит США его преодолеть. То есть, если их политика будет лежать в русле потребностей общественного развития человечества, и ее осуществление будет эффективным, то США преодолеют свой системный кризис. Если же их политика будет противодействовать потребностям развития человечества, либо ее осуществление будет встречаться, встречать саботаж и целенаправленное противодействие со стороны необычаемых некоторых элит, то системный кризис США усугубится вплоть до распада страны и социального хаоса, и катастрофы культуры, которым, я считаю, распад СССР будет даже не сопоставим. Всем почти известный факт, что порядка 5% населения планеты потребляют более 40% энергоносителей в быту и производстве и дают более половины мирового объема загрязнителей. Это без учета того, что будущий эмитентом доллара, как мировая валюта США, потребляет больше, чем производят сами. Кроме того, имеет место и диспоритет цен, и зарплаты мировой торговли в пользу передовых стран. Приявные выражены производительные специализации хозяйственных систем разных стран. Коль же вывод мы можем сделать? Системный кризис США – объективная данность, представляющая реальную опасность для самих США и всего остального мира. Но ни США, ни Запад в целом, включая Австралию и Африку, высшие колонии европейских держав, также подавшие под власти либерализм Япония и другие страны, в Юго-Восточной Азии, не имеют за душой управленчики состоятельные социологические науки, на основе которых они смогли бы гарантированно присмотреться, преодолеть этот кризис и не допустить возникновения такого рода кризиса в будущем. Это, я думаю, видно на каких-то актуальных событиях. Но есть же также исключения из правил. К этому можно отнести Малайзию и Восточно-Азиатские тигны. То есть это Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань. Но если войти в рассмотрение того, как развивались эти государства, исключение записанного выше правила, о котором я говорил, то выяснится, что они жестко нарушали принцип свободы перемещения товаров, капитала и трудовых ресурсов через свои государственные границы. То есть проводили политику социальной защиты и поддержки определенных групп населения. Ну, что сегодня мы можем назвать протекционизмом, социализмом, и что с точки зрения либерализма является преступлением против идеалов либерализма. То есть мы видим, что затрагиваются какие-то аспекты социализма и капитализма, и имеют успех в этих некоторых странах. Но отказ от верности принципу свободы перемещения товаров, капитализма и трудовых ресурсов через государственные границы не в состоянии решить всех проблем. То есть так можно пересечь трудовую миграцию, но чтобы остановить деградацию, промышленность, науки, про то, что мы говорили, про системное образование, тоже упоминали, и криминализацию масс населения, не востребованных хозяйственной системой, и так далее, и тому подобное. Нужно строить социально ориентированный государство. Государство – суперконцерт. То есть не нужно тут вешать ярлыки и говорить, что это плохо, социализм – это плохо, и либерализм – это плохо. Нужно брать какие-то совокупности идей, которые бы могли создавать, про то, что я говорю, государство – суперконцерт, обладающее самодостаточностью. И что бы я еще хотел сказать. То есть, по сути, это называется построением не псевдо-социализма, а истинного социализма в отдельной взятой стране или в союзе государства. Но, как я уже говорил, можно следующее слайд. Как я уже говорил, будут рассмотрены возможные варианты развития событий, альтернатива и, конечно же, вам, дорогие наши гости, вопросы. Я бы хотел начать с возможных вариантов развития событий. И, исходя из того, что я вам огласил, можно сказать, что конвергенция является своего рода объективным процессом. Но также оно имеет место влияние каких-то факторов, среды, которые меняют его на вектор цели. И если мы будем останавливаться на социализме и капитализме, мы заметим, что и там, и там будут какие-то хорошие и плохие аспекты, негативные и позитивные. И в будущем это может просто выглядеть как основа конфликт на уровне идеологии, где люди становятся невольными приверженцами каких-то идей, сами, зачастую, этого не подозревая, и которые воюют за защиту каких-то конкретных идей, но сами этого не осознают. И тут важный момент, что нужно ставить цель, которая будет оправдывать средства. Другими словами, можно решать кризис, при этом жертвуя экономикой другой страны. Тогда цель оправдает средства. Но можно дойти до такого уровня, что не только твоя страна, но и соседние государства будут иметь экономический рост безгубительных социально-политических и альгосферных последствий. Тогда здесь цель оправдывает средства. Также эксплуатация. То есть, с другой стороны, конвергенцию можно рассмотреть как переходный процесс. Не от одной идеи к другой, а от формирования новых идей, исключающих порабощение человека, человека в разных отраслях. Как в экономике, так и в политике, внешней политике, внутренней политике и глобальной политике. А зачастую они конфликтуют между собой. То есть, конвергенция может выглядеть в будущем примерно так, что она будет объединять в себе идеи как социализма, так и капитализма, но и будет иметь новые какие-то аспекты, которые будут создавать более динамичное развитие нашего общества, при этом не порабощая ее, а предоставляя больше свободы, свободу выбора гражданам, можно сказать, цивилизации в целом. Также я хотел бы затронуть, что касается решений, чтобы найти какие-то адекватные жизни ответы, и все эти вопросы для начала можно будет пересмотреть, вот о том, что говорили мои коллеги, о пересмотрении образования, пересмотрении подачи информации в СМИ, пересмотреть историю, некоторые аспекты его глобально-исторический процесс. И нужно обратить внимание, что совокупность идей заложена в культуре внутрисоциального глобального управления, в котором де-факто роль управления осуществляется элитой. То есть это имеется тоже своего рода такой фактор воздействия. Тут я хотел бы, в принципе, уже завершить свой доклад и предложить аудитории ответить на вот такого рода вопросы, как вы считаете, имеет ли место конвергенция в нашем обществе, вообще в мире. Как вы видите, как вы относитесь к ней негативно, позитивно, и возможно ли будет в будущем сделать так, чтобы люди не конфликтовали, цивилизации и страны не конфликтовали между собой из-за разных идей, а искали к этому своего рода решение не в каких-то преодолении барьеров, например, открытие какого-то диалога, ну не диалога, а открытие границ, безвизовый въезд, а вот именно решение идей, решение проблем на уровне идей. То есть на основе идей растут какие-то решения по закрытию границ, к примеру, но может быть все-таки стоит пересмотреть идеи или совокупность этих идей. Если они несостоятельны, то повесить на них юглы, сказать, ядовито идеи. И как вот вы считаете, можно ли пересматривать идеи, предлагать что-то новое, и если да, то как вы их видите? Спасибо. Вообще ярлыки вешать на какие-то идеи, я являю их ядовитыми, тоже же можно уйти в идеологическую, как бы вот, вывешивание ярлыков. Ярлык это, в общем-то, что такое? Это некий штамп, как бы идеологический. Тут так вот надо, я не знаю, аккуратно, так сказать, не уйти, что ли, в запретительное. Допустим, можно объективно рассмотреть некоторые аспекты, которые подавляют большинство. То есть, где есть какой-то единственный лидер, который служит самому себе. И при этом приоритеты по отношению к обществу, они стоят намного ниже, чем к самому себе. То вот это можно же назвать, что это является ядовитой какой-то идеологией. То есть, здесь не только идет порабощение человека человеком, а идет и, можно сказать, подавление возможности мыслить иначе. То есть, создание, например, каких-то партий с иными идеологиями, например, это дает возможность человеку раскрываться и мыслить дальше. Одно дело объяснять вредности, другое дело просто запрещать. Надо же, то есть, в Советском Союзе прошел этот этап запретительный, а надо, что ли, идти через объяснительное, то есть, не только запрещать, но и объяснять, почему. Потому что иначе... Ну вот смотрите, мы сегодня обсуждали, какая культура может быть в будущем, если мы сможем создать такие условия для людей, где они могут комфортно себя чувствовать, то есть, где будут развиты технологии и эти технологии не будут подавлять как инструмент, а не как своего рода протез. Вот если думать в этом направлении, как мы можем сделать так, чтобы идеи, идеологии не подавляли такого рода развитие? Хороший вопрос. Мне кажется, нужно определиться с критерием. Вот сегодня Алексей говорил, что есть, конечно, плюсы в европейской культуре, есть определенные плюсы и минусы в российской культуре, есть определенные плюсы и минусы в русской культуре, в восточной культуре, и по каким критериям оценивать вообще, а что объективно, что может как раз послужить такому ну что конвергенционным каким-то процессом, который из трех культур вынесут все самое положительное, и на основе вот этого вот этих каких-то принципов или критериев можно уже будет понимать как человек развиваться таким образом, чтобы он не был зависим от техносферы, не подавлялся и использовал умелые инструменты и не носил вреда ни себе, ни другим. да, вот как сегодня уже упоминалось Алексеем, который говорил про то, что можно померить стол, стул, а как померить экономику, как померить политику, тогда может быть стоит все-таки взять некий эталон, который можно будет вычислять, насколько идеология в этот исторический процесс показала себя наиболее состоятельной и потом из этого сделать соответствующий вывод, смогло ли общество достигнуть какого-то высокого уровня, если да, то тогда можно не брать идеологию какую-то, а брать какие-то аспекты и имплементировать их в общество, то есть ну вот так примерно по сути. А что думают другие участники? Я считаю, что идеи вообще должны в нашем глобальном обществе пересматриваться иногда. И некоторые идеи, которые были сформированы еще в те времена в ближайшем далеком на прошлом, то сейчас они как бы не имеют некоторой конечно идеи актуальности. И сходя глобализацией мы должны просто обмениваться опытом, культурами. и также формируют свои общие идеи, которые потом смогли бы нам указать правильную цель, куда мы должны идти и как мы должны развиваться. Поэтому в ходе глобализации конвергенция имеет очень большой смысл. конвертикенция конвертикенция